Насилие это очень эффективно. Девушки признавались о том, что у них были отношения с ОМОНовцами в прошлом. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну а что делать с этими историями? Всем привет! Это правозащитный подкаст «Весна Апрэйди». И в этом выпуске вы сможете услышать Ольгу Горбунову, правозащитницу, которая сейчас стала политзаключенной. С Ольгой мы говорили о теме гендерного насилия в контексте того, с чем столкнулась Беларусь в 2020 году. И мы провели параллели. О насилии и личном об этом в сегодняшний выпуск подкаста. Мы затронем довольно сложные темы, но и важные. Но в центре внимания пусть будет личность Ольги и ее голос. Ольга всегда помогала женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, в том числе в рамках объединения Радислава, при котором есть убежище. Этот выпуск подкаста выходит в рамках 16 дней активизма против гендерного насилия. Эта кампания, инициированная ООН, и стартует эти 16 дней активизма 25 ноября. А 25 ноября – это Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. И, живя в Беларуси, я часто видела и давно заметила, что самих белорусов в широкой своей массе особо эта тема не интересовала. Они о ней не знали, либо относились к ней стереотипно. Гендерное домашнее насилие, ну типа «сама виновата, это дело семьи» и так далее. А в это время на протяжении около 20 лет объединения Радислава и Ольга Горбунова об этом и рассказывали, о том, как все устроено, ведь государственная правоприменительная практика работает плохо. Домашнее насилие в частности, ну и в принципе пострадавшие от гендерного насилия, вынуждены, мало того, что пережить, да, серьезное физическое, сексуальное, психологическое насилие, ну и вынуждены потом еще приложить очень много сил, чтобы доказать, что это насилие произошло, чтобы привлечь агрессоров, насильников к ответственности, чтобы убедить, что они не сами виноваты в этом, они не спровоцировали этого, они не заслуживали этого. Но после августа 2020 года белорусам стало проще объяснить, что такое гендерное насилие. Так как-то Ольга написала в своем фейсбук. Теперь, когда насилие начали подвергаться очень разные люди, просто потому что у них другая гражданская позиция, а не потому что они заслужили, они как-то себя не так вели, стало проще рассказывать про гендерное насилие, когда гендерное насилие в отношении девочек, девушек и женщин происходит просто лишь потому, что ты девочка, девушка или женщина. Это происходит на основании такого полового признака и происходит все очень рандомно, когда неважно, какой у тебя уровень образования, в какой местности ты живешь, какой ты придерживаешься религии или сколько тебе лет, у тебя всегда есть такой риск подвергнуться насилию. Либо в семье, либо на улице, либо на учебе, в работе. И теперь об этом говорить проще. Насилие, возникшее после августа 2020 года, и гендерное домашнее насилие, в котором жили белорусские. И вот эти два типа насилия могут наложиться друг на друга. И здесь есть разные стороны. Что делать всем тем людям, которые помимо вот этой чудовищно-политической ситуации каждый день, возможно, даже по воскресеньям с марша, возвращаются домой, где ее избивают. В убежище произошло новое поселение. Женщину выгнали из дома, в котором она имеет право жить, которая ей принадлежит, за то, что она проголосовала за Лукашенко. И вот это такая стремная история, которую хочется утаить, потому что, ну как же, нам нельзя сейчас плохо говорить о протестующих, потому что мы все сейчас должны быть друг за дружку. Ну а что делать с этими историями? Она уже 30 тысяч раз передумала и изменила свою гражданскую позицию, увидев то, что произошло после выборов. Но это не сыграло никакой роли в ее личной судьбе. Ее избили, ее выгнали из дома. И она теперь вынуждена просить помощь, просто лишь потому, что вот у нее, ну, вот такая ситуация. Она проголосовала за диктатора. На самом деле у меня в Ленте, например, очень много появилось историй, когда девушки признавались о том, что у них были отношения с ОМОНовцами в прошлом, они были женами ОМОНовцев в прошлом. И там было всегда очень много историй насилия, домашнего насилия. И мы, ну, понимаем, что если у тебя есть это разрешение внутреннее, да, что я могу ударить человека, я могу применить силу, а мы видим, что на улицах это так и происходит, он не стесняется в выборе средств, как избить протестующих, то человек с такой установкой возвращается домой. Будет ли он безопасным для своей семьи? Я не думаю, что будет. Ситуация может быть спокойной ровно до какого-то абсолютно сильного триггера для этого человека. И это такая тоже обратная история, что, с одной стороны, насилие может проявить представитель органов, да, по отношению к своей семье, насилие могут проявлять протестующие по отношению к своим близким. То есть вообще, на самом деле, гендерное насилие – это проблема, ну, во-первых, это планетарная проблема, она не имеет какой-то национальности. Домашнее насилие, гендерное насилие происходит везде и повсюду, имеет отличие только, ну, наверное, какие-то формы проявления этого насилия. Но это есть везде, и это есть в Беларуси. И неважно, кто твой агрессор, когда ты находишься в государстве, где произошел дефолт права, и если тебе раньше было невозможно вообще защититься и доказать, что ты пострадавшая, то сейчас это сделать еще сложнее. Я сама пыталась обжаловать мое задержание в июле еще до выборов. Я не могла дозвониться в дежурную часть, которая вообще-то на минуточку работает круглосуточно, в центральной роботой города Минска три недели. Там никто никогда не снимал трубку, а потом появилась такая, такой автоответчик, что этот номер временно заблокирован. А это дежурная часть, которая создана для того, чтобы круглосуточно принимать звонки от населения, если им нужна помощь. Да, Ольгу Горбунову несколько раз задерживали административно и давали сутки. Традиционно по статье 23.34. Избитые в августе люди так и не смогли пока добиться справедливости. Ни одного уголовного дела в отношении силовиков, которые сбивали людей, заведено не было. В чем-то это и похоже и на ту систему, как задолго до августа женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, пытались наказать агрессора и защитить себя от него, но... Но участковые закатывали глаза, цикали, судьи никогда в жизни не давали суток агрессорам, ну, может, в каких-нибудь самых, там, таких исключительных случаях. Это всегда были штрафы, и мы с коллегами, ну, и с другими активистками всегда, ну, такой черный юмор, смеялись над этим, что домашнее насилие – это преступление удобное в быту, это преступление выгодное для государства, потому что это на самом деле пополнение бюджета и так далее и тому подобное со всеми этими вытекающими событиями. А еще роль здесь играет коррупция, считает Ольга, и привозит вот такую историю. В убежище была клиентка, которая жила в небольшом маленьком городке белорусском, и у ее мужа было СТО. Она в течение года написала 8 или 9, не помню точно, заявлений в милицию о привлечении его к ответственности за очень жестокое физическое насилие, в том числе по отношению к их малолетней дочери. Но так как на этом СТО он обслуживал в том числе все машины местных сотрудников РУВД, да, там от всех низов до всех верхов, то эти заявления, они просто не рассматривались. Я уж не знаю, каким образом они ей отказывали, но вот такая история. И тогда это про что? Про мужскую солидарность, про то, что у нас есть люди, облеченные властью, у них есть ресурсы, если у тебя есть возможность с ними договориться, то любая проблема будет решена. Вплоть даже до того, что мы в судах, наши клиентки теряли опеку над детьми, хотя на суды были предоставлены все документы о том, что агрессор применял физическое насилие в отношении детей, там могли быть приложены документы о сломанной кости, о том, что там действительно все было очень серьезно, но при этом суд принимал решение, что с отцом ребенку лучше. И тогда у меня, как у активистки, нет никаких доказательств, но есть абсолютная уверенность, что все дело в коррупции. Плохую роль здесь играет и существующий в Беларуси патриархат с его установками. Здесь я вспомню, что в августе 20-го некоторые мужчины столкнулись не только с избиениями со стороны силовиков, но и с изнасилованием. Ну вот этот сюр всей этой ситуации, когда еще пару лет назад Шуневич, исполняющий обязанности министра МВД, вот использовал эту всю гомофобную риторику, нес всю эту чушь во всеуслышание по всем каналам, везде в СМИ это было написано, про то, как там эти дырявые не пройдут, и про то, как это не наши ценности, и про то, как это все ужасно, извращенцы и так далее. И при этом проходит пару лет, и его подчиненные мужчины начинают насиловать других мужчин. И для меня это все очень-очень взаимосвязано в этом плане. Нам всегда кажется, что наши сексистские шуточки, гомофобные шуточки, шуточки про насилие. Ну, например, когда я только-только пришла работать в Радиславу, это был 2003 год, я сидела, работала на горячей линии, только-только поговорила с изнасилованной девушкой, положила трубку, включила радио, и ведущий на радио Биэй такая заставочка была, юмор часа, и там была такая шуточка типа «Вчера задержали двоих его за изнасилование, ее за сопротивление правоохранительным органам». Ха-ха-ха, ха-ха-ха, и началась опять какая-то там мелодия, песня. И когда мы предполагаем, что мы можем высмеивать это, шутить об этом и не видеть вот этих чудовищных последствий того, что насилие таким образом нормализуется, мы должны понимать, что мы как общество несем ответственность за все это. А теперь поговорим еще об одном виде насилия. Тут я скажу, что 25 ноября – это не только Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, но и 25 ноября – это день движения против акушерского и гинекологического насилия. Об этом говорит Международное движение «Революция РОС». Ольга рассказала о своем опыте родов. В моем личном опыте там было все. Оскорбления – это, наверное, самое мягкое, что там было, потому что все дошло вплоть до угрозы вызова милиции на меня. За что? Когда я поступила на скорую помощь в роддом, они провели осмотр и решили, что у меня слабая родовая деятельность, и что на самом деле роды еще не начались. Это предвестники родов. Я это связываю с тем, что для меня был большой стресс, и у меня действительно как будто тело замерло, и они этого не поняли. Но я поверила им, хоть я и сомневалась, и я сказала, что раз у меня предвестники, я буду возвращаться домой, я ухожу, я буду ждать роды дома. На что они сказали, что не будем мы возить тебя туда-сюда, ты остаешься в отделении и ждать роды в больнице. Я улыбнулась, но мне показалось, может, они шутят или что. Что значит я остаюсь в больнице? Нет, я хочу домой. Мы начали немножко пререкаться. Я сказала, что давайте документы, я отказываюсь от госпитализации. Они мне начали говорить, что я не имею права, если я так себя неадекватно веду. Они вызовут сейчас на меня милицию. Я им попыталась сказать что-то про права человека. Она на меня махнула рукой и сказала, сидите тут, к вам подойдет врач. Ну и вот с этого начался очень тяжелый мой процесс в этом во всем. На фоне этого стресса у меня отошли воды, и они поняли, что ошиблись, и что у меня не предвестники, а я все-таки рожаю. И в какой-то момент они попросили меня подписать документ. Я прочитала его, и это было согласие на все вмешательства, которые они примут для себя в течение вот этого процесса моих родов. Я отказалась подписывать этот документ и сказала, что мне нужно информирование меня о том, что вы хотите сделать, почему я хочу принимать решения относительно своего здоровья. И это была моя вот следующая такая рисковая попытка отстоять свои права на информацию о самой же себе. Они сказали, что раз я отказываюсь подписать этот документ, то они даже не имеют права спросить у меня, как я себя чувствую, потому что это тоже вмешательство, и ко мне 4 часа никто не подходил. Это были мои первые роды, мне было очень страшно. У меня все чаще начинались схватки. Они меня обездвижили тем, что положили меня под аппарат, который фиксирует сердцебиение ребенка, и я не могла не встать, ничего. Я же могла сделать это, например, минут 20 и как-то иметь возможность перемещаться, чтобы легче справляться в родах. Но они поставили этот аппарат на 4 часа, и 4 часа ко мне не подходили. У меня было страшно, больно. И на любой мой вопрос они говорили, вы не подписали документ, мы не имеем права вам что-нибудь ответить. Но это вот просто было такое очень сильное давление. И в какой-то момент я не выдержала, и поговорила просто по-хорошему с одной из сотрудниц, и говорила, ладно, давайте я подпишу, потому что я не могу одна быть в родах, вы не пускаете ко мне моего партнера. Ну, они не пустили. Хотя у нас был сертификат с моим бывшим супругом о том, что мы прошли курсы, готовые к партнерским родам. И, честно говоря, ну, я с огромной ненавистью вспоминаю первый роддом в Минске. Хотя я сама там когда-то родилась, и мне казалось, ой, это такой знак. Но, бля, это просто, ну, это был ужасный опыт. И потом, ну, вот такой момент интересный происходит в мозге у человека. Я родила, меня там накрыли эти гормоны, я уже ничего не помню, мне ничего не болит, у меня такое счастье. Внутри и лежит снаружи, на груди, посапывает. На следующий день, в первый день, они мне ребенка так и не вернули, хотя я так плакала и говорила, что хорошо себя чувствую, и что нас не надо разлучать. Но я это восприняла как наказание меня. Вот. И ты вот это как будто бы все забываешь плохое, но потом, ну, слезы все катятся, катятся, ты как бы пытаешься понять, ну, что с тобой происходит. И вот эти вот, ну, прямо как флэшбэки. А я хочу заметить, что флэшбэки – это симптом посттравматического стрессового расстройства. и очень много времени, ресурсов я потратила на то, чтобы пережить этот опыт. Поэтому, мне кажется, это очень важный день в компании. Это тот опыт, с которым не сталкиваются мужчины, и которым, наверное, недоступен этот опыт с точки зрения, ну, такого эмоционального переживания. Вот. Но, наверное, если бы мужчины могли рожать, то у нас были бы совсем другие законы и совсем другая практика родовспоможения. Знаешь, я подумала о такой параллели, о том, как ты все-таки подписал этот документ после четырех часов, что это похоже на то, как РОВД под пытками заставляет подписать протоколы. Мне кажется, это как проявление одной и той же системы. Похоже, ведь. Это очень похожий инструмент. Мне кажется, вообще насилие, все очень похоже. Меняются обстоятельства, меняются, ну, какие-то люди, которые несут ответственность за это, меняются люди, которые могут помочь в этой ситуации. Но, по сути, любое насилие – это проявление власти и контроля. Ну, то есть, это не потому, что кому-то кто-то не видит другого выбора, или кто-то находит этому какое-то серьезное философское объяснение. Нет, это установление власти и контроля. Насилие – это очень эффективно. Насилие – это от бессилия. И это такой, мне кажется, это такой очень долгий разговор может быть, но то, что это абсолютно одинаковые инструменты подавления человека – это точно. Особенно, если мы говорим про насилие со стороны либо при попустительстве государства. Ведь на самом деле очень много есть жалоб на действия милиции, есть очень много жалоб на действия врачей и так далее. Но система из года в год, из десятилетия в десятилетие сохраняется прежней. Насилие в школе, например. И тогда о чем мы говорим? О том, что это насилие как основной инструмент государства по отношению к своим гражданам. Потому что если мы будем расти психически устойчивыми, здоровыми, счастливыми людьми, у нас будет очень много амбиций, у нас будет очень много ресурсов для того, чтобы понимать, что происходит у нас в стране, какими инструментами мы можем сделать лучше, как мы можем обогатить и развить нашу страну. И тогда что нам будет мешать? Насилие, которое сплошь и рядом, наверное, пронизывает всю систему от управленческой до вот таких служб помощи, которые призваны спасать все людские жизни. Такое общество будет задавать слишком много вопросов. Общество, которое живет без солнца, находится в вечном отчаянии, депрессии, не верит в себя, в свои силы, это общество, которым очень удобно управлять. Общество, которое думает, где бы заработать еще хоть какую-то копейку, чтобы хоть чуть-чуть улучшить качество своей жизни, доступ к более качественной медицине, хорошему образованию для своих детей. Ну, то есть, пока мы будем гнаться за удовлетворением своих витальных потребностей, мы не будем смотреть, как нас имеет государство. И поэтому я вижу, ну, почему так планомерно за эти 26 лет, имея огромный потенциал людской, да, мы вообще пришли к тому, к чему пришли, где мы сейчас находимся. По моим ощущениям, в вопросах Островецкой АЭС мы в 86-м году, по моим ощущениям, в плане гендерного насилия, домашнего насилия, мы тоже где-то там в 90-х. По политическим свободам... В 40-х, наверное. Ну, то есть, как бы на самом деле мы как будто не жили, мы как будто замерли на все эти десятилетия. Ну, у нас просто отняли все эти годы, и мне жалко. Мне уже 40, и я понимаю, что очень много упущенных возможностей, очень много упущенных перспектив, вот этих выгод, когда ты вынуждена была каждый день своей жизни принимать такие решения, чтобы справиться с этой реальной текущей ситуацией. Но, возможно, это не то, как я мечтала бы в детстве, например, как сложилась бы моя жизнь, или как я мечтала, когда уже работала долгое время в Радиславе, чем я хочу заняться, или вот это моя последняя попытка, когда год назад я мечтала открыть кафе, потому что я просто хотела варить вкусный кофе людям, и все равно каждый раз жизнь меня поворачивала. Нет, Оля, ты хотела, ты мечтала стать обычным психологом. Нет, ты будешь открывать убежище, потому что, посмотри, тебе, твоей семье нужна была помощь, никто не помог, есть сотни людей, кому нужна помощь прямо сегодня. Я хотела открыть кафе, вселенная показывает, нет, смотри, пройдет август, пройдет сентябрь, будут закрываться все кафе, твои любимые места, места, которые открывали твои друзья, там, бар Нестерков, Гродно, который отработал пять лет, много замечательных заведений, которые отработали в Минске. Я ни разу не пожалела, на самом деле, в этом году, что я отказалась от своих мечт, но вот так вот происходит, что ты хочешь какой-то другого пути для себя, другой реализации, но почему-то ты опять выходишь на протесты, ты опять выходишь все с теми же плакатами, с посланиями, которые ты говоришь этому правительству вот уже очень много лет. Меня задерживали уже три раза, и на третий раз я попала все-таки в Жодино, где охранник перепутал меня с мужчиной, и произошел очень неприятный для меня момент такого физического нападения. Это было не очень больно физически, но очень унизительно и страшно, и я понимаю, что вообще это не последний день нашей борьбы, я не знаю, что со мной будет завтра, я не могу сейчас искать хорошую работу, потому что я боюсь ее потерять, меня могут задержать в любой день, я не приду на работу, я опять ее потеряю, так смысл мне сейчас ее искать. По уголовной статье Ольгу Горбунову задержали 9 ноября 2021 года, поэтому к 16 дням активизма в этом году она присоединиться не смогла. Ее подозревают в организации женских маршей, статья 342 УК РБ. Подруга Ольги написала в Facebook, что Олю поставили на профилактический учет в СИЗО как склонную к экстремистской и иной деструктивной деятельности. Одни угрожали засунуть электрошокер в анус, вторые оморозили в холодной камере без матраса одеяло верхней одежды и лишали сна каждую ночь. Сколько всего классного мы могли сделать за все это время? Об этом очень грустно думать. На этом я заканчиваю этот выпуск подкаста. Поддержите Олю Горбунову и других политзаключенных письмами солидарности. К сожалению, насилие в нашей стране продолжается, но нам важно понимать, как оно работает и каким оно является. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА